Да, детка! Я король ящериц! Доброго времени суток, дамы и господа. Ну, пожалуй, покажу и расскажу такую вот небольшую предысторию данных событий. Дело в том, что ехали мы тут с товарищем по федеральной трассе и случайно ушатались. Разбили машину, взорвались, ждали медика, медик нас поднял, и моменты спустя к нам подъезжает машина. Там сидит человек пять, наверное. И, так скажем, товарищи какие-то такие достаточно агрессивные были. Пытались оскорблять, нападали и всячески провоцировали на какой-то конфликт. Ну, в конечном итоге у нас там завязалась такая словесная перепалка, мордобой и все тому подобное. А, да, это я у тебя Джеймси спиздил, блядь, лошадка. Медик. Вот он, вот он, лошадка. Эй, ты че, блядь? Блядь, черт. Идиотище. Ай, долбоёб. Ой, блядь, че за приколки, Юля? Ребят, ебашки, Огонь на поражение. Вы на кого? А че он делал? Ребята, ну-ка, я сахожу мне быстро. Ну-ка, я сахожу мне быстро. Что ты, блядь? Точно. Терпила, блядь, ебашки. Воины начались походы. Я понял. Школьники напали. Воу-воу. Ребят, в танке. Ребят, красном, красном бежит. Красном бежит. Красном бежит. Красном бежит. Аааа. Ребята, подойдите вот сюда вдвоём. Да, да. Я не буду к нему подходить. Можете показать вашу обострение и рассказать вашу версию, что случилось? Да, да, вы можете показать обострение. Конечно. Смотрите, подъехал чёрный Сув, оттуда вышел вот этот вот в шляпе и начал паковать. Да, вот. Так, для того, чтобы было удобно. Капошка, да. Что случилось? Рассказывайте. Короче, мы подъезжаем на своём эскалейте, гандоны, ну, говорят, выходим из тачки. Чё тебе там говорят? Иди сюда. Сюда иди, блядь. Вот четверо, вот четверо. Мы подъехали, они говорят... На какой машине? Мы на эскалейте. Кадиллок эскалейте чёрный. Ага, так. Они тут валялись мёртвые, хрисал медик. Мы, ну, хотели подвезти их. Вы послушайте, что за бред он несёт, блин. Он же ненормальный. Стойте, дайте я послушаю версию сначала капот. Они пиздить нас начали просто так. Было дело, да. Просто так начали бить работников. Не просто так, не просто так, нет. Не просто так. Губернатор, мы пытались сохранить честь губернатора. Они просто нас и решили... Да ты свою честь не можешь сохранить, куда ты пытаешься дальше куда-то сохранить что-то. Ты вообще вор, ты у меня GMC ухал. Кто в вашу сторону будет представлять? Представьтесь. Какой GMC? Хорошо, какой GMC взять? Граждане, кто из вас будет? Короче, клевета, клевета, мошенники, кондиционер у них явно не работает, перегрились и в дурдом их забираете всех. В общем, давайте так сделаем. Вот такого черта. Что это такое? Какого черта вообще? Нет, вот эту панамку заберите отсюда вообще с дороги, блин. Она стоит на проезжей части наглеет вообще, посмотреть что творяет. Панамка, блин. Да-да, дурка, дурка там в ковалу ниже пройдешь. Да-да-да, блядь, сука. Черявые штаны, блядь. Да, по сути, начинай. Слушай, у тебя даже штанов нету. В семейках тут ходишь, блин, перегрелся. Давай отсюда, лошок местный. Нет, местный тут ты, блин. Вот ты точно местный лошок, знаешь, в соломенной шляпе. Я не удивлен даже. Ребят, пистолет есть где-нибудь? Ладно, предлагаю решить все. Боем на патагоне. Хорошо, дайте мне тоже. Давайте дуэль, как у Пушкина было. Хорошо, давай, так только мне тоже дай. И мы решим, как на дуэли, короче, перчатку в тебя кидаем, блядь. Понятно. Получилось, что ты понял? Ребят, пиздите их до смерти. Я добью их, у меня ножки. Предлагаю жить в бой в астагоне, да? Полиция, наблюдай. Панамка, панамка начал. В конечном итоге подъехала полиция. Пыталась нас как-то растащить в разные стороны. Однако, в тот момент, когда полиция отворачивалась, эти козлы опять начинали нападать и всячески провоцировать. Ну и, в общем, в конечном итоге получилось так, что задержали нас, а этих людей отпустили. После, так скажем, долгих процедур допросов и опросов, у меня немного, так скажем, на всю эту ситуацию подгорело. И я решил немного восстановить правосудие. Дело в том, что моменты спустя, Эля, Ричи и еще некоторые люди планировали, так скажем, покушение на губернатора. И меня поставили, так скажем, смотреть за ситуацией на резиденцию губернатора, как там стоят дела. Ну, в принципе, я находился на крыше, мне дали автомат, я смотрел, что там происходит. И было все достаточно тихо, ничего не происходило. И буквально пару моментов, я наблюдаю ситуацию, что опять моего товарища уводят, судя по всему, эти же личности, которые были на дороге. Ну и я решил устроить такую небольшую ковальскую заварушку. Опа, опа, кто стреляет? Там какие-то люди внизу подозрительные были, было аккуратно. Там тот челик, который женщин ненавидит. О, вот он меня интересует, он меня достал сегодня. Он в таком каком-то синем жилетике, по-моему, белый. О, все, все, вижу, вижу, вижу. Сейчас отработаю его. Субтитры сделал DimaTorzok Мне бы помощь не помешала чуть-чуть. Мне удалось пристрелить несколько этих гадов, также я случайно пристрелил своего напарника, и тут ситуация начала набирать обороты. Дело в том, что я был на крыше, спуск оттуда был только один, и меня начали понемногу окружать противники. Кто-то был этажом ниже, кто-то за периметром здания, и выход был только один, конечно же, дождаться подмоги. А подмогу дождаться это было достаточно проблематично, потому что они находились в другой части острова, и мне приходилось всячески тянуть время. Где ты находишься? На крыше, справляюсь с бандой придурков, они ко мне ползут. Окей, мы едем. И скажи, кривни им, чтобы они уходили, иначе им копзец. Пошли вон отсюда! Блэк, мы подъехали, стоим, вижу одного человека, который на последнем этаже. Блэк? Это враги. Это враги? Убирайся отсюда, сейчас подстрелим тебя. А, на нас полиция выезжает, мы пока отъехали. Блэк, скажи, чтобы они сваливали, или ты сейчас начнешь их убивать? Слышь, не покинешь здания, тебе хана, блин. Тебе 30 секунд. Отправил, если они там валить. Блэк, где вот, черт возьми? Так, сейчас мы с тобой... Можешь оттуда спасти? Ты же тупой! Нет, я же сказал, меня, блядь, пасут. Тебя пасут? Блин, ну я не знаю... Вы что, издеваетесь? Какого черта, блин? Где... Сейчас, подожди. Мы что-нибудь придумаем. Ты ищешь за опасностью? Понятно. Помощью ждать нет смысла. Да нет, есть смысл ждать помощи. Я просто пытаюсь придумать, что сделать. Мы едем, слышишь? Слышишь? Тебе лучше вниз теперь не спускаться. Да-да-да, кидайся, кидайся. Настройки противники. Настройки, блин, у нас бензин кончился. Меня пытаются окружить как-то. Ай, сиди просто тихо. Сейчас тут сообщили еще людям. У нас бензин кончился. Я не знаю, как мы сейчас будем добираться. А мы сейчас что-нибудь придумаем. Все, мы едем. Ку-ку. Ну и разумеется, время спустя мною заинтересовался полицейский департамент. Ну, само собой, какой-то психопат с автоматом отстреливает людей на крыше прямо в центре города. И так что полиция тоже начала занимать позиции. Начались, так скажем, переговоры. Занимают они позиции на кране, в соседних зданиях. И приходится лежать на крыше и стараться не высовываться. Потому что любое неверное движение может означать просто мою гибель. Убирайтесь отсюда, хады! Ты еще там? Помогите, блядь! Блин, блядь! Блин, тут же... У меня шесть патронов. Какого черта? Бля, ну вертолет бы на крыше. У меня просто забрать где-нибудь достать. Черт, какого черта? Блин, блин. Сейчас, сейчас, сейчас все будет, тут просто пипец. Кто это говорит? Кто это? Я не могу. Я не могу. Там снайпер меня убить хочет. Если я спущусь, он меня пристрелит. И это не сотрудники полиции. Если я буду гарантировать вам безопасность... Вы не можете гарантировать, потому что он сидит на холмахе, и он на меня смотрит. Вы понимаете? Пока вы от него не избавитесь, я никуда не спущусь. Вы меня слышите? Сотрудник полиции. Я понял, вас подстрелили. Эй! Там кто-нибудь есть? Алло, гражданин. Вас не подстрелили еще? Нет. Я не могу спуститься, потому что там снайпер. Вы меня слышите? Блин, он, он ползет ко мне, вы слышите? Весь район отцеплен. Они идут за мной. Кто идет за вами? У вас на крыше? Да, да, я не могу ничего сделать, они идут за мной. Чем вы стреляете? Не знаю, что нашел. Что дали? Быстро спрыгнуть вниз, мы вам поможем. Вы что, если я спрыгну снизу, я разобьюсь, вы издеваетесь? Вы что думаете, я больный психопат? Что, гражданин? Давай, что вы хотите, гражданин. Я хочу просто уйти отсюда, живые мне не дают. Спускайте, уходите, никто вас ровно не будет. Мне нужен вертолет на крыше, я улечу отсюда. Товарищ, давайте, я могу подняться к вам. А вы вооружены? Лэп, меня везут, я авиагражаю, сейчас я возьму куплю вертолет и заберу тебя. Подождите, подождите, вы, кто говорит? Тут просто ППС был полный. Вертолет, сотрудник полиции, предоставьте, пожалуйста, вертолет, я не знаю, как отсюда спуститься. Это... Это стечение просто неудачных обстоятельств. Вы меня слышите? Закройте рот, парень, не флубите, ну. Да, 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 блог. Офицер, вы меня слышите? Это стечение неудачных обстоятельств. Сейчас вам... Капец. Тебя что, принесли? Не поднимайтесь на крышу, я, я не понимаю, они повсюду, блин, я не хочу, я не хочу нигде уходить. Блин, Влад, держись, пожалуйста. Тут, короче, чтобы еще летать, нужно купить права. Эти ублюдки повсюду. Влад, держись. Влад, скажи, Пепаркуха, если ты уже рядом с тобой. Эй, подождите, что вы делаете? Они рядом с тобой. Скажи, ты Паркуха. Я не слышал. Выключите эту штуку. Выключите эту штуку. Выключите, блин, ее. Выключите, выключ... Выключи. Подожди, стой на месте. Ты умеешь летать? Стой, 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 куда ты попался? Я же... Я стою, я стою. Что происходит? Что происходит здесь? Вот как бывает у нас. Короче, в конечном итоге я запаниковал и не очень куда-то удачно провалился. Ну и полиция, разумеется, меня схватила. Вот, в принципе, как-то так оно получилось. В любом случае, я доволен. Все-таки удалось пристрелить пару гадов. Надеюсь, вам тоже понравилось. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok